Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. Пока еще на улице стоит 30-ти градусная жара, но совсем не за горами холодное время года. Зима, как всегда, наступит неожиданно. И очень важно, будет ли у нас дома тепло. Сегодня узнаем, насколько город готов к отопительному сезону. И в нашей студии гость Сергей Иванов, директор теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске. Добрый вечер! Добрый вечер! Вот везде уже рапортует, что на 62% работы, запланированные на это лето, выполнены. 62% это чуть-чуть больше половины, а зима близко. На самом деле, если оценивать все объемы, то я оценю выполнение на сегодняшний день 70%. Объясню, почему. Потому что основные тепломагистрали большого диаметра, которые делать сложно, долго, большие капвложения, они либо уже завершены, например, улица Вавилова, например, центральный проезд ДК 1 мая, либо идут к завершению, например, Краснодарский рабочий, Матросово и так далее. Поэтому самые крупные, большие объекты либо уже завершены, либо в стадии завершения. Поэтому я оценивал в метрах квадратных, если в теплосеть перевести, не в метрах погонных, то это более 70% на сегодняшний день готово. То есть это вообще там по новой меняли большие участки? Да, большие диаметры. У нас в этом году, напомню, самое крупномасштабное за последние 20 лет точно программа по ремонту, по реконструкции и по строительству новых тепловых сетей и насосных. Кому будет этой зимой жить тепло и хорошо, как и вот вы уже назвали Вавилова? И город же очень часто много новостроек вводит, несмотря даже на пандемию, и они все требуют тепла. Наша задача, чтобы весь город, а мы более 90% в сентябре будем обеспечивать теплом в городе Красноярске, чтобы все наши жители, все наши предприятия получили тепло надлежащего качества и в те сроки, которые они захотят. Поэтому все для этого необходимое будет сделано. Начало отопительного сезона однозначно будет вовремя. Те микроороны, которые получают от СГК тепло, будут обеспечены теплом надлежащего качества. Для этого делается, напомню, в этом году порядка 30 километров тепловых сетей. Это в том числе ремонт, реконструкция и строительство новых тепловых сетей. И напомню, что мы ведем в этом году строительство тепловых сетей, которые позволят нам закрыть первую и вторую котельную в районе завода телевизоров. И обеспечим теплом от С2, в том числе и вот эти улицы. А скажите, 70% вы сказали, а что осталось еще сделать? Вот эти 30% насколько это серьезный объем работ? Что такое 30%? Это остатки больших тепломагистралей красноярской рабочей завершить на дом от Тросова, плюс внутриквартальные тепловые сети. То есть ремонт тепловых сетей, замену мы ведем всегда до 1 ноября. Но это не значит, что не будет тепла. У нас схемы пассирования и резервирования позволяют делать ремонт до 1 ноября. Поэтому сейчас у нас проведены конкурсные процедуры. Мы видим экономию часть денег за счет конкурсных процедур. Поэтому мы в сентябре, в октябре будем делать сверхплановые объемы работы. Но еще раз, к 15 сентября, к началу отопительного сезона, все необходимые теплосети для осеннего режима будут готовы к работе. Ну когда вот такие большие работы проводятся, замена каких-то участков теплосети, обычно перекрывают движение. То есть это с определенными сложностями раскапывают всю грязь, с определенными сложностями связано. В осенний период у нас часто бывает очень дождливо и грязно. И это неудобства для жителей и для автомобилистов. Какие участки в ближайшее время будут перекрываться из-за таких работ? К сожалению, да. Это большие неудобства для жителей, для автомобилистов. Но это необходимо, чтобы подготовить город к зиме. На настоящее время ведутся благоустроительные работы на Красноярском рабочем. Почему там тротуар? Это не мы дорогу перекрыли. Там делают асфальт, кладут по федеральной программе. По дорогам, по перекрытию, больших перекрытий у нас уже не осталось. Мы перекрывали в июне и в июле Кицковели на несколько дней. Перекрывали Терешково улицу, перекрывали еще ряд улиц. Но все большие перекрытия дорог по ремонту тепловых сетей мы завершили. То, что касается по благоустройству, остались большие объемы. Но все работы до похолодания будут выполнены. У нас сейчас работают, вот в настоящий момент, сегодня и завтра, на 24 объектах ведется восстановительные работы. То есть у нас закрывается ремонт того или иного объекта. Первое, железобетон, труба и благоустройство. Пока мы не восстановим первозданное благоустройство, тротуары, дорожки, дороги, газоны, мы не считаем закрытой работы. Мало того, так как ремонт тепловых сетей, замена это в старых в основном районах, к сожалению, Кировский, Ленинский, то там, понятно, и дорожки, и газоны зачастую после нашего ремонта становятся лучше, новее, потому что мы старый тротуар обновляем на новые, старые бордюры, делаем новые бордюры. То есть они радуются, когда вы ровете и копаете? Ну, конечно, радуются с точки зрения, что будет новый асфальт и дорожка, и газон, но не радуются, что мы вынуждены перекрывать, к сожалению, вынуждены благоустройство нарушать временно, некоторый шум, конечно. То есть неудобства, конечно, есть. Еще раз хочу принести извинения. Там, где мы работаем, там, где мы готовим сети к зиме, это необходимо делать. Мы, к сожалению, приносим некоторые неудобства горожанам. Прошу еще раз принять извинения. Благодарю за понимание, что люди в основном относятся с пониманием. А вот скажите, вы обязаны это делать? Вот восстанавливать тротуары, дорожки и прочее? Или это кто-то другой уже должен делать? То есть, или это вот входит в обязательный список необходимых работ? Однозначно есть правила по благоустройству города Красноярска, в которых четко прописано, что при начале работ, до начала работ, необходимо получить документ, так называемый ордер на разрытие. И после восстановления... Ордер, да. На разрытие? Ну, я маленько утрирую. Ордер на земляные работы. Понятно. Чтобы для жителей было понятно. Просто смешное слово. Да. Открывается ордер на земляные работы. Потом идет восстановление. Если это дорога, то сдается комиссии трамбовка. Лаборатория специально приезжает, проверяет качество трамбовки. Только после этого разрешается асфальтирование и так далее. И пока мы не восстановим, как, еще раз повторю, как было, либо даже лучше, нам, конечно, ордер не закроют. Если мы ордер вовремя не закроем, то... Что будет? Там есть штрафные санкции. Поэтому... А вы подвергались в этом году штрафным санкциям? Мы вообще компания, сибирсгенерирующая компания, дисциплинированная компания. Мы как бы стараемся делать все в срок. Бывают, конечно, там небольшие отклонения из-за погодных условий. Или вот какие-то бывают форс-мажоры, например, наложение благоустройства города и ремонта тепловых сетей. Вы, кстати, как-то свои графики сопоставляете? Потому что у нас в городе очень часто бывает, например, сети там что-то меняли, разрыли, зарыли, еще все это в свежезарытом виде существует. Люди только обрадовались, что вроде бы уже ни ям ничего обходить не надо. Тут пришли дорожники, тоже что-нибудь копают, потом меняют бордюры. И, в общем, мы все лето в каком-то раскопанном состоянии. Однозначно до начала ремонтных работ и до начала программ городских, безусловно, мы в феврале месяце года собираемся в департаменте горхозяйства под председателем первым замглавы города, обсуждаем планы города, обсуждаем федеральные программы, какие будут, и смотрим наши программы, наши возможности. Так мы, например, с учетом, что Красноярский рабочий будет у нас будущим проспектом мира, мы скорректировали свою ремонтную программу по Красноярскому рабочему. Ну, чтобы там сразу все сделать, да? Дополнительные объемы сделать, чтобы город потом, когда зайдет, уже мы 30 лет не испортили проспект мира на правом берегу. Это настолько хватает ремонта? Имеется в виду, да. Если вот после капремонта мы гарантируем 30 лет, туда не надо заходить, порывов там не будет. Сейчас все зрители запомнили 30 лет. Это однозначно, это минимальный срок, который мы гарантируем. Дальше, приведу пример Марковского, да? Мы заменили тепловую сеть, а сейчас вот город по программе делает там... Ну, чтобы асфальт свежий уже делали после, а не до того, как... Мы сделали ремонт сетей, а они делают нормальное расширение дороги, асфальт, новые бордюры и так далее. Однозначно, конечно, бывают какие-то нюансы, что программе города, либо федеральной кровопрограмме нету этого участка, а нам необходимо делать в этом году. Ну, есть нюансы, но мы однозначно их с администрацией города делаем более точно и более все это полусроком согласовываем. Ну, а вот смотрите, например, когда вы складываете тротуары, все это восстанавливаете, ну, в первозданном виде, да, и если вам приходится, например, приходится спиливать деревья, ну, если вдруг они мешают каким-то работам, и что, и как вы поступаете в таких случаях, вы обязаны высаживать, что вы делаете? Смотрите, при ремонте тепловых сетей, вообще в охранной зоне тепловых сетей деревьев не должно быть, поэтому, к счастью, при ремонте тепловых сетей больших деревьев нету. Бывают кустарники, по возможности мы их пытаемся пересадить рядышком, если это большое дерево, оно не приживется, то мы, к сожалению, его пытаемся пересадить, но из опыта оно не приживется. Ну, и вот еще, знаете, вы говорите, вот мы все закопаемся, восстановим, но бывает тут грязь, после вот таких работ очень много, ну, какой-то земли вокруг, грунт, вот это кто все должен убирать, вот этот весь мусор? У нас есть подрядная организация, которая победила в конкурсе, она при восстановлении асфальта, газона и так далее подметает тротуар, и администрация города не примет работу у нас, не примет, имеется в виду, что мы закрыли разрешение на земляные работы, пока мы не найдем порядок. И еще вот такой момент, жители, конечно же, особенно возле которых что-то там ремонтируют, и они терпят какие-то неудобства долгое время, конечно, они за этим следят и жалуются, и вот, например, был такой сигнал с улицы Лебедева, на месте работ не было указания о том, кто их ведет, и самое главное, когда они завершатся. Вот сейчас изменилась ли ситуация, и как вообще, что должны вообще знать люди, чего они могут от вас требовать? Ну, во-первых, хочу огромное сказать спасибо неравнодушным жителям города, которые видят и подают сигналы. Мы доступны во всех видах связи, и соцсети, и телефоны, и электронная почта. Присылайте однозначно, я лично реагирую. Ну, скажите какой-нибудь телефон, куда они должны звонить? Мы оставим обязательно, сейчас вот так на память не скажу, есть, на сайте СГК все есть. Однозначно мы реагируем, это не только по Ады Лебедевой сигналов достаточно, много поступает, по Ады Кицхавели был сигнал. Какие основные требования мы выставляем подрядом организациям, которые проводят ремонт? Однозначно ограждение, если это автодорога, то дорожные знаки, соответствующие нормативам. Однозначно эти дорожные знаки и движения автомобилей согласовываются ГИБДД. Если это затрагивает автобусную остановку, то мы переносим автобусную остановку, меняем совместно с администрацией города маршруты автобусов. Если это пешеходная зона, то мы, конечно, обязаны и стараемся обеспечить подход жителей к подъезду к своему, делаем мазки. Большую часть таких требований мы соблюдаем, безусловно. Бывают случаи, спасибо еще раз жителям, но бывают объективные звонки, на 90% объективные звонки. Мы реагируем, мы подали видео, конкретный пример. Совершенно верно, нам поступил сигнал, что нет доступности людям до лестницы. Мы до конца дня проверили, на самом деле там отсутствовала такая вещь. Мы сделали мосток, обеспечили людям движение. То есть, в принципе, можно не стесняться? Не стесняться, и мы даже довольны, что это свежим взглядом люди видят. По этой же жалобе было, что отсутствуют дорожные знаки. Дорожные знаки были, они были согласованы с ГИБДД, поэтому в каждом звонке есть большинство звонков. А почему сразу этого не сделали? То есть, когда работа начинается, этого никто не проверяет, что ли? Ну, однозначно проверяют, но объектов много. Где-то, может, обыкновенно замылился глаз у человека. Поэтому свежий взгляд всегда нам приятен. Хочу еще одну историю рассказать. Например, люди звонят, говорят, почему у вас яма разрыта два месяца уже? Вот это вообще всегда очень неприятно. 400 метров теплосети мы взяли, зарыли, а яма вот одна разрыта и разрыта. Вот по Красноярскому рабочему, например, в районе Малаховской. Потому что, чтобы эту яму зарыть, так называемую, надо закончить полностью все 400 метров. Потом там сделать переврезки, переключить, и только после этого... То есть, это финишная яма. Это финишная яма, которая позволит завершить переврезки и переключения. Поэтому не всегда жители звонят, говорят, ну что вы там два месяца эту яму-то не зароете? Но не потому, что мы не хотим, мы хотим, чтобы жителям было неудобно. Есть определенный проект, есть определенная стадийность работы. Понятно. Красноярцы тоже, наверное, должны отнестись к пониманиям. У нас уже заканчивается время эфира. Но у вас есть какие-то секретные данные напоследок? У нас в последнее время теплые зимы. Когда начнется отопительный сезон? Ну, какие-то долгосрочные прогнозы? Я думаю, что примерно у нас отопительный сезон начинается с 15 по 25 сентября. Это плюс-минус 5 дней. В сентябре 2020 года начнется отопительный сезон. Ну что ж, спасибо большое. Напомню, нашим зрителям сегодня говорили о подготовке к отопительному сезону с Сергеем Ивановым, директором теплотранспортного подразделения СГК в Красноярске. Спасибо, что пришли ответы на наши вопросы. Спасибо вам. Это была программа «После новостей». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова